Урожай ягод в этом году может быть самым богатым за последние 10 лет, но цены на клубнику, малену или смородину оставят горький привкус у покупателей. Производители говорят, что в этом сезоне расходы на обработку растений, сбор и транспортировку продукции выросли, а это не может не отразиться на конечной стоимости. Опасаются фермеры и проблем с экспортом. Об этом шла речь на встрече производителей ягод в Кишиневе. Зинейда Пламедиала управляет фермерским кооперативом, который выращивает клубнику на 40 гектарах в районе Унгень. В прошлом году часть продукции компания экспортировала в Российскую Федерацию, но сейчас этот рынок недоступен для них. Существует риск, что из-за войны товар туда не попадет. Во-вторых, логистика очень сложная. Период транспортировки продукции намного длиннее, расходы намного выше. И есть риск, что к моменту доставки она уже не будет соответствовать требованиям. В этих условиях производители должны искать другие рынки сбыта. Олег Мериакрия выращивает клубнику на двух гектарах в районе Еловень. Фермер говорит, что для экспорта в ЕС существуют дополнительные требования. Мы знаем, что будут проблемы с обработкой. Активные вещества должны соответствовать тем, что применяются в ЕС. Контроль проводила и Российская Федерация, но контроль ЕС намного строже. Есть много препаратов, которые не применяют в ЕС. Для тех, кто не сможет продать свежие ягоды, есть альтернатива замораживать их и экспортировать в более отдаленные страны. Ирина Помпуш из села Телишеу района Архей выращивает ежевику на площади 1,2 гектара. В этом году она планирует собрать примерно 20 тонн урожая, но понимает, что придется заморозить больше половины продукции. А такие ягоды стоят в два раза дешевле. Надеемся продать в свежем виде 40%, а 60% отправить на переработку. Зато то, что уйдет на переработку, освобождает нас от расходов на упаковку. Представители фабрик, которые занимаются заморозкой свежей продукции, уверены, что в этом году у них будет гораздо больше работы. Некоторые приобрели дополнительное оборудование. У нас есть морозильная камера на 20 тонн. Заморозка длится примерно 10-12 часов. Общая вместимость – 4 камеры. Каждая хранит при температуре от минус 18 до 200 тонн. В 2021 году молдаване потребили примерно 14,5 тысяч тонн ягод. Некоторые специалисты подсчитали, что в этом году общий урожай составит около 20 тысяч тонн ягод, почти на полторы тысячи больше, чем в 2021. Они также считают, что у производителей есть все основания повысить цены в этом году. Цены вырастут по сравнению с прошлым годом на 10-20%. В первую очередь подорожала фитосанитарная продукция. Во-вторых, труд рабочих, которые собирают урожай, стал дороже. Молдавские фермеры выращивают ягоды на площади около 3800 гектаров. Половина всей площади приходится на клубнику – около 1000 гектаров на малину и примерно 400 на смородину. Массовый мор пчел в селе Четерень района Унгень. Счет погибшим пчелосемьям идет на десятки. Подробности далее в нашем выпуске. Счет погибшим пчелосемьям. 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 Счет погибшим пчелос